Покупая очередную новинку у продавцов семян, никогда не знаешь, что ты купил в итоге. И не только потому что бывает пересортится, а из-за того что есть масса похожих сортов, переименованных сортов и сортов с одинаковыми названиями. Я купил семена томата белая вишня от агрофирмы Айлита. С названием белая вишня есть другой более известный крупноплодный сорт, а Айлита продает под этим названием именно черри томат. Название в принципе соответствует оригинальному, так как в оригинале этот сорт называется white cherry, что можно перевести именно как белая вишня. Автором сорта white cherry считают Джо Братко из США. Есть и другие сорта томатов с авторством Джо Братко. Это к примеру, Host Cherry, Marisol Братко, Sarah Black, Sarah Yellow, Sarah Pink, Isis Candy, Snow White, Rabbit и другие, их много. По поводу автора сорта Джо Братко все не очень просто. Джо жил один в доме своих родителей. Единственным его занятием был его огород. Чтобы как-то прожить, он продавал семена. Многие считали Джо странным. Одним из тех, кто получал от Джо семена, был Кэролин Мэйл. Кэролин Мэйл получал семена от Джо Братко и выращивал их. В итоге, в один прекрасный момент он заподозрил неладное, а именно то, что некоторые сорта ему казались знакомыми, а некоторые истории сортов странными. После серьезного разговора Джо признался, что многим сортам он просто давал новые названия и выдумывал истории их возникновения, так как на такие сорта был спрос. После этого Кэролин Мэйл полностью потерял доверие к Джо и у него не было уже уверенности, где была правда, а где был обман. Впоследствии Кэролин Мэйл издал книгу «100 фамильных помидоров для американского сада», в которых рассказал о многих сортах. Жажда получения прибыли толкала и продолжает толкать многих на различные хитрости и даже на откровенный обман. От истории и интриг перейдем к обзору сорта White Cherry или Белая Вишня. Айлита указывает, что сорт раннеспелый, в других источниках сорт значится как среднеспелый, у меня в открытом грунте он был точно среднеспелым. Сорт индетерминатный, высота в открытом грунте полтора метра, в теплице будет больше двух метров. В рассаде томат ничем не выделялся, обычный и детерминатный сорт. Куст крепкий и довольно компактный для черри, среднеоблиственный, лист обычного типа. Конечно же нужна формировка и подвязка куста, пасынки кстати растут не так активно, как на многих черри томатах. Первая цветочная кисть появилась над восьмым листом, кисть простая, кисти в среднем было 6-8 плодов. По описанию плодов может быть больше, до 25. У меня таких кистей не было. Урожайность заявленная до 9 килограмм с метра квадратного. У меня в открытом грунте он был средним по урожайности, в принципе на уровне многих черри сортов. Устойчивость к заболеваниям у него выше средней, я бы сказал хорошая. Неплохо перенес томат и жару, но окончил свое плодоношение раньше некоторых сортов. Все же низкие температуры ему не сильно понравились. Уверен, в теплице он бы показал лучшие результаты. Плоды округлые, средней массой 25-30 грамм. Цвет плодов молочный, светло-желтый или цвет слоновой кости. Может появляться легкий румянец. Солнце сильно влияет на цвет этих плодов. Чем больше солнца, тем более желтый будет цвет плодов. Плоды могут растрескиваться и когда переспевают, осыпаются с кисти. В этом плане ведут себя примерно так же, как сорт Black Cherry. В разрезе плоды сочные, семян много, кожица тонкая, имеют очень нежный и приятный аромат. Вкус у помидоров White Cherry очень хороший, сладкий, фруктовый, освежающий. Мне понравился. Помидоры очень нежные. Вкус не похож на Black Cherry и подобные черноплодные сорта, так как практически нет кислинки и много сладости. В то же время сладость у него не приторная, а легкая. Для меня вкус был интереснее, чем у медовой капри или у златовласки, но все тот же блажь был для меня интереснее по вкусу. В любом случае по вкусу White Cherry очень хорошие помидоры, вкусные. В консервации плоды становились очень сладкие, медовые, еще слаще, чем были свежие, но как и многие черри трескались в банке, форму при этом сохраняли. Хранятся плоды недолго, как в принципе наверное и все белые помидоры. Довести кисть целую домой тоже сложно, если плоды спелые. Нежные они и легко отрываются от кисти. Что по итогу могу сказать? Интересный сорт для тех, кто любит белые помидоры и помидоры черри. Классно, если одновременно выращиваешь черри разных цветов. Черные, желтые, белые, зеленые, красные. Очень красиво и вкусно. А бутыль консервированных таких черри вызывает только восторг. Они правда очень сладкие в консервации и не все любят такие сладкие консервированные помидоры. По своим характеристикам сорт весьма неплох. Но думаю, что ему будет лучше в теплице. Мне показалось, что открытый грунт не его стихия. Но в то же время у него нет особых проблем и в открытом грунте. Лично мне сорт White Cherry понравился. Он вполне способен добавить разнообразие вкуса и красоты и стать дополнением к другим черри томатам на вашем участке. Я в последнее время сильно сократил у себя на участке количество черри сортов. Но всегда нахожу место для нескольких кустиков с разными по цвету и вкусу плодами. Они у меня для удовольствия и красоты. Жду ваших отзывов о сорте White Cherry или Белая вишня и рад буду услышать о том, какие вообще черри томаты вам нравятся и какие вы выращиваете постоянно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Скоро будут новые видео. Жду большую посылку с семенами. Надеюсь доедет. В общем будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok